По длительности, еще раз говорю, что до 12 месяцев это все острый риносинусит. После 12 недель, извините, это уже будет хронический риносинусит. Мы хронический риносинусит только пытаемся перевести протоколы, пытаемся сделать какие-то тренинги, чтобы это было зрелищно, но эта работа продолжается. Как осматривать? Ну, я не думаю, что в такой аудитории нужно рассказывать, как смотреть переднюю, заднюю, среднюю риноскопию или перкуссию пазухи. Это такие разговоры и лекции для врачей общей практики, первичного звена. Ведь протокол, который мы разработали, в данном случае это единственный протокол, который утвердила Минздрав, после этого сказали, мы больше протоколов вам утверждать не будем. Сами утверждайте, сами решайте. И вот мы уже протокол по отиту, по тадзилиту, по аллергическому риниту обсудили и вывесили в школе доказовой медицины. Вам Василий Иванович расскажет или рассказывал уже, что нужно, если вам интересны эти протоколы, вы можете открыть этот сайт, скачать его и использовать для создания своих локальных протоколов. А можете открыть сайт Корейского общества. Пожалуйста, перекачивайте, переводите. Но мы для вас сделали большую работу. Используйте ее. Так, перкуссия, пальпация, назальная обструкция. Ну, назальная обструкция – это многофакторная причина. Мы знаем, что вот есть периодические циклы, хотя не у всех, примерно 60% населения имеет выраженные носовые циклы, а 40% не имеют. Значит, назальная обструкция связана с отеком, набуханием. Есть попытки негайно задышать, немедленно это мучительное чувство должно помешать, жить ему не дает. Отсюда он бежит в аптеку и начинает пользоваться декангистантами и загоняет себя в другую напасть, медикаментозный ренит. Но об этом лечении, об ошибках лечения мы поговорим дальше. Значит, выделение из носа. Ну, выделение есть разное. При аллергии, при начале вирусного поражения острым вирусным реносинуситом это водянистое выделение. Сколько их? Очень много. Два и три литра бывает в день. Это жидкая часть крови выходит из сосудистого русла. В норме. У нас слизистая оболочка так работает, что все попадающее на слизистую оболочку попадает в кровь через несколько секунд. Крупные молекулы свыше 5 микрон или 70 тысяч дельтон только не проходят через слизистую оболочку. Все остальное тут же попадает в кровь. По скорости введения через нос сравнимо с внутривенным путем введения. У меня были в жизни ситуации, когда колоптоидное состояние, и в вену не могли попасть, я брал иголку и вкалывал в передний конец ниже носовой раковины. Капельница работала прекрасно. И человек еще и дышал при этом. Так что вот такой механизм на всякий случай имейте в виду. Поэтому выделение бывает прозрачно. Бывают густые и гнойные. Чаще ли это всего гной? В общем-то да. Чаще всего, если это одностороннее выделение особенно, то они имеют, скажем так, дифференциальное отличие. Это связано с… А есть выделение? Нет. Так что нет синусита, если это блок пазухи, соответственно, распирающая боль и так далее. Поэтому мы должны заглянуть в средний носовой ход. Если выделения нет, провести анамизацию среднего носового хода. Вы можете увидеть полоску гноя, которая вытекает. То есть вам уже будет понятно, что это передняя группа пазух. Снимки делать не нужно. А если задняя группа, ну тогда стекание в носоглотку, симптомы харкания, соответствующая боль в затылке и так далее. Ну и если пункция, если вы… Вот была работа, докторская диссертация «Завалий» Марьяны Анатольевны. Где? А? Нет, нет. Там она по синуситам. И делали сравнение. 97% совпадений. Брать из среднего носового хода или делать пункцию. Я к тому веду. Если есть выделение, вот это достоверно. А брать, еще раз объясняю, палочку, это… Можно ничего не делать. Нарушение обоняния. Ну, естественно, при любом отеке, это так называемые, есть два вида нарушения, сенсиальное и респираторное. То есть проводящее или рецепторное. Это проводящее, отек в носу. Если полипа вы не видите, значит, связано с воспалительным процессом. Пройдет воспаление, пройдет, соответственно, и нарушение обоняния. То есть гипоосмия. Ну, аносмии практически здесь нет. Так вот. Конечно, вирусный риносинусит переносится легче, потому что поверхностное воспаление. А если мукозит, тяжелое воспаление, а площадь около носовых пазух почти метр квадратный. Соответственно, огромная всасывательная возможность. И эта инфекция попадает в кровь, весь организм трудится на преодолении этой инфекции. Вот, посмотрите, это эпителиид, а это мукозит. Соответственно, тяжесть острого бактериального риносинусита выше. Есть легкое втечение, есть тяжелое втечение. Легкое втечение – это водянистые или гнойные выделения, кашель, температура тела нормальная или субфибрильная, неприятный запах изо рта и высокое. Это тяжелое втечение, температура высокая, общая самочувствие, тяжелая и головная боль. Ну, в общем, по протоколу мы с этим боролись, но победить не могли. Вы должны, общаясь с больным, выставить степень тяжести его состояния. То есть, сантиметровая линейка, насколько сантиметр он плохо себя чувствует.